Приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен настройке удаленных рабочих столов remote desktop connection на тонком клиенте raspberry pi для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин гиросименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux profession institute кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать айти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я вам буду все показывать объяснять детально буду все делать ну а ваша задача за мной взять и все повторить как результат у вас появятся вот те самые умения знания навыки которые вы сможете продать работодателю повысить свою заработную плату ну и вообще жизнь улучшить до чтобы не бомжевать итак если вы готовы то давайте начинать традиционно мы начнем с теории давайте с теории чтобы было понятно что это за термины потому что кто-то первый раз это все дело будет слышать или видеть поэтому начнем с теории и так что такое remote desktop что такое удаленные рабочие столы смысл удаленных рабочих столов состоит в том что где-то удаленно да есть некий сервер сервер так и называется remote desktop удаленных рабочих столов соответственно вы можете находиться где угодно вы запускаете клиента подключения и подключаетесь к этому удаленному рабочему столу преимущество здесь очевидны какие то что ваш сервер может находиться в каком-то надежном месте ну а сотрудники или вы может находиться где угодно да то есть если у вас там много филиалов много сотрудников тем более что то сейчас вот то пандемия да вот как бы надо чтобы все как-то удаленно работали поэтому это идеальное как говорится решение то есть все подключаются удаленно на сервер удаленных рабочих столов и соответственно там работают штука весьма весьма удобная ну и второй важный момент это безопасность то что сервер может находиться где-то там в облаках удаленно да и соответственно к вам никто не может прийти его просто так как говорится не изымет ну и с этой точки зрения это тоже весьма весьма важно до безопасность важно таким образом что получается то что все абсолютно все что вы делаете получается вы делаете удаленно на этом самом сервере и получается что ваш компьютер на котором вы будете сидеть он может быть несложно не не мощный скажем так да то есть максимально простой не мощный какой-то компьютер так вот вот этот компьютер на котором с которого вы подключаетесь на удаленный сервер рабочих столов называется тонким клиентом ну и в качестве тонкого клиента можно использовать максимально простые какие-то несложные дешевые компьютеры ну вот я сегодня буду использовать raspberry pi это одноплатный компьютер у меня это raspberry pi version raspberry pi 3 model b вот такая вот максимально простой компьютер что важно то что в чем его преимущество он дешевый это раз ну во-вторых маленькие размеры 65 на 85 миллиметров на то есть вот так то есть по размерам это как кредитная карточка соответственно по сути с этого компьютера я буду подключаться серверу и буду на нем работать вот такая вот классная штука поэтому получается дешево сердито и как бы эффективно плюс ко всему можно настроить проброску портов usb там до проброску принтеров и куча всякой другой техники которая вам весьма тоже пригодится таким образом дешевое хорошее решение следующий важный момент как же настроить вот этот вот тонкий клиент ну и как говорится тут уже все сделали до нас и для нас соответственно есть целая операционная система витивая ну собственно она базируется на линуксе вот и соответственно мы будем ее использовать для того чтобы получить вот этот доступ к удаленным рабочим столам поэтому задача нас простая на этот компьютер сегодня поставить витивая и его ее настроить для того чтобы можно было вот эти как раз делать удаленное подключение значит что важно кроме самой разбери пай нам нужна еще флешка я буду использовать флешку micro sd флешку на 16 гигабайт то на самом деле вы можете использовать и поменьше даже на 4 гигабайта будет вполне достаточно ну и еще понадобится переходник для того чтобы я мог вставить эту флешку в картридер себя на компьютер и соответственно туда записать эту самую операционную систему вот собственно коллеги такая у нас задача подключаться мы будем к сети по кабелю по кабелю хотя можно по вай-фай но я для простоты буду показывать все на кабеле вот такая задача и так поехали теперь собственно я дальше все показываю теория у нас все дальше действия уже поэтому повторяйте до ищите в себе разбери пай повторите настройте посмотрите что классное решение и как бы безопасно и надежно вполне можно использовать в производстве и так поехали дальше следующий важный момент то что я все что я делаю на этом видео будет есть в статье в блоге до в боге мы ведем блог адрес простой блог . садиком и мы . ком ссылку на эту статью я вам скину в чат и собственно под видео тоже ссылка на эту статью есть поэтому если вам там что-то не очень видно или не очень понятно то в статье все это дело с детальными скриншотами описано ну и можно там в комментариях задать вопросы где вы где я на все это дело отвечу итак поехали следующий этап что нам нужно это скачать витивы для этого мы переходим на сайт вен терминал в точка ком и соответственно здесь нужно все это дело скачать где скачать нажимаем вот сюда на кнопочку скачать и соответственно вот нажимаем скачать все это дело у нас загрузится нам надо с windows утилитой до чтобы это дело все проинсталлировать значит что важно если вы почитаете о ведь его это поддерживаются абсолютно все по фактически разбери пай и да то есть это и четвертая версия разбери пая и третья и вообще третья какая-то допотопная по ходу как у меня до и второе поколение разбери пи 2 тоже поддерживается то есть даже разбери пая-1 поддерживается да то есть все это дело работает и как бы никаких проблем нету поэтому все это дело необходимо скачать скачать собственно я уже скачал специально для вас до чтобы не ждать это все дело не затягивать видео поэтому запускаем ну и собственно следующий этап это выполнить инсталляцию всего этого дела значит я вот здесь вот так все это дело расположу чтобы можно было все это дело проинсталлировать и так инсталлятор на русском языке в этом просто нужно как говорится читать что написано и делать как 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 просят и так поехали дальше значит следующий этап куда инсталлируем сюда согласен согласен следующий этап это установка служб что важно коллеги то что микро или мини-компьютер raspberry pi поддерживает загрузку по сети px и соответственно есть возможность сделать загрузку по сети то то есть собственно установить службу тфтп http dhcp и сделать по сути все что нужно чтобы было и загрузкой по сети значит что важно то что я буду делать стационарный raspberry pi да то есть без всяких служб то есть чтобы я его мог взять в карман пойти в другое место там да на работу например подключить загрузить и чтобы это дело все заработал да то есть вот такая вот интересная штука поэтому я все эти службы просто-напросто беру и отключаю потому что еще раз они мне просто не нужны если вы хотите сделать загрузку по сети то можете оставить и будет в принципе загрузка по сети дальше следующий этап необходимо указать ip адрес терминального сервера то есть куда вы будете подключаться собственно я по умолчанию по умолчанию оставлю давайте вот наверно вот этот вот ip адрес 192 168 88 17 и соответственно вот если вас другой какой-то адрес то можете выбрать другой у меня собственно я буду подключаться по сути карди по рдп к этому компьютеру для примера да для примера как это все работает поехали дальше следующий этап это все инсталлируется вот инсталлируется инсталлируется ну и собственно все готово нажимаем далее и собственно готово все прекрасно все у нас установилась итак поехали дальше следующий этап коллеги это собственно необходимо вставить флешку флешку так куда и вставить сюда вот картридер обратите внимание то что тут есть лог то есть чтобы 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 можно было на нее писали да там есть вот такой вот переключатель поэтому важно чтобы он стоял в правильном положении чтобы вы могли на флешку что-то записывать так флешка флешка есть она у меня пустая обычная флешка на на 16 гигабайт здорово поехали дальше ну а дальше мы запускаем все это дело значит листаем вниз и находим в тв вот в тв и вот здесь есть конфигуратор в тв конфигуратор все это дело необходимо собственно найти да и собственно дальше дальше запустить так нашел запускаем запускаем и появляется вот такая вот собственно программу лина где нам нужно будет все это дело уже настрой значит здесь есть разные варианты настройки вот но 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 мы будем делать собственно загрузочный образ для нашей sd карты поэтому я выбираю вот здесь вот слева sd карту и появляется вот такой вот собственно wizard или как правильно сказать который поможет мне это дело все настрой значит что важно то что этот wizard нашел что у меня флешка на это диск d до важно коллеги не перепутайте ну и тут говорится что нужно флешку отформатировать для этого рекомендуется использовать утилиту sd карт форматы вот я тоже уже накануне это все скачал еще раз все ссылки есть в нашем блоге вот поэтому можете то же взять итак поехали значит еще раз нажимаем вот мой sd карт форматор я его тоже запускаю здесь да и необходимо нам немножко отформатировать нашу карту и так поехали значит да давайте это все windows d вот так вот свернул а вот форматором форматором сейчас отформатирован и так что нам здесь нужно сделать значит следующий этап что нам нужно сделать это выбрать нашу флешку да это диск d quick формат если можно то установить галочку и see each as format size adjustment но у меня она не ставится видать флешка какая-то такая да поэтому поэтому я оставлю ну и я нажимаю формат здесь нужно подтвердить что да действительно вы уверены я уверен да что это диск d это моя флешка чтобы случайно ничего не уничтожить и так флешка у меня отформатировалась окей и в принципе мне уже формат форматор не нужен я его закрываю дальше внизу нажимаем на кнопку далее значит далее вот собственно здесь различные варианты как будет это дело все работать как разбери пай будет подключаться к сети и так получить ip адрес терминала маску под сети по протоколу dhcp да у меня в сети есть dhcp сервер поэтому меня это устроит если вас нету dhcp вы можете выбрать статическую ip адресацию также кстати можно сделать настройку пово подключения по вайфаю но у меня кабель вот собственно да поэтому я оставлю по кабелю у меня это вполне устроит нажимаем далее следующий этап это где же будет браться конфигурация для этого конкретного тонкого клиента здесь варианты разные запросить по тфтп но у меня сети нету тфтп я хочу сделать такой компьютер с которым я могу ходить я с ним могу его положить себе там в рубашку и пойти на работу поехать там к родителям к бабушке дедушке и собственно там включить и работать до удаленно можно работать поэтому я сделаю так чтобы файл конфигурации будет храниться на локальном диске то есть на моей флешке поэтому я выбираю самый последний пункт это хранить конфигурацию терминала на локальном диске соответственно получается что все будет как бы у меня с собой нажимаем далее следующий этап значит запись запись файл с лицензией да кстати есть лицензия вот это вот операционная система ведь его она стоит денег немного там вода лицензия порядка 10 баксов то есть если вы хотите себе такой вот как бы нормальный нормальный такой тонкий клиент то пожалуйста за 10 долларов с обновлениями с поддержкой в принципе весьма даже очень неплохо вот такая вот интересная штука поэтому если вы скажете не хочу покупать лицензию не покупайте у вас будет просто написано что что это тестирование и все никаких функциональных ограничений нету хотите купить и хотите нет но я например купил бы для поддержки разработчиков мы вообще чтобы все это дело в будущем хорошо работала и так конфигурация по умолчанию это загрузочная sd карточка здесь все оставляем нажимаем далее вот дополнительные параметры вот здесь тоже есть важные моменты которые нужно определить значит разрешение экрана коллеги то есть вы тут должны выбрать то разрешение монитора который у вас по умолчанию значит у меня монитор full hd соответственно 1920 на 1080 поэтому я это выберу можно авто выбрать но я честно не знаю как она будет работать с платой захвата дело в том что я вот для вас как раз это дело все сейчас буду подключать и показывать у меня плата захвата на 4k соответственно 4k это совсем не 1920 на 1080 при этом чтобы разбирать точно там как бы не выделывалась то я укажу точное разрешение вам тоже рекомендую указать точное разрешение дальше ориентация альбомная альбом на то есть у меня монитор будет будет вот так не вертикально да вот так вот поэтому вы тоже можете это дело указать какая у вас будет вот ориентация монитора дальше глубина цвета я выберу 16 бит почему 16 бит потому что когда я подключаюсь тонкого клиента к удаленному рабочему столу к серверу да то соответственно чем больше цветов тем надо более качественный интернет понятно что картинка лучше вот но но тогда медленнее работает а если вас еще медленный интернет то можете представить что что это будет еще медленнее поэтому я количество цветов уменьшу поэтому я выбираю 16 бит 16 бит здесь нажимаем далее вот значит следующий этап пароль для входа в меню настройки терминала этот же пароль используется для удаленной настройки терминала через веб-браузер что важно коллеги то что к этому компьютеру можно будет в будущем подключаться по http вот с другого компьютера и его может быть что-то настраивать я вам тоже хочу это дело все показать вот для чего но чтобы вы тоже увидели как как можно добавить несколько терминальных серверов и так дальше поэтому давайте это мы сделаем значит здесь я напишу пароль пароль вот так еще раз пароль так пароль на английском чтобы нигде не лохануться дальше вход в меню настройки по умолчанию как попасть в меню настройки или в bios этого самого компьютера по умолчанию эта кнопка дэлит дэли да то есть при загрузке он вам разбери пай будет писать пресс-дэл туэнтер сетап вот поэтому я оставлю по умолчанию просто чтобы знали как попасть в это самое меню ну и здесь мы собственно нажимаем создать создать и соответственно дальше значит наш vtware вот визард просит отформатировать или как это перезаписать все данные на флешке да поэтому у меня флешка диск д ну и здесь я нажимаю да и собственно выполняется копирование по сути файлов на мою sd карточку вот собственно такой принцип установки но это такой базовый скажем так сейчас мы загрузимся посмотрим более сложные там варианты там тоже вам это дело все покажу собственно у меня все с этим делом следующий этап коллеги я буду по rdp подключаться к своему компьютеру вот к этому компьютеру поэтому на нем нужно разрешить доступ по протоколу rdp как же это сделать значит я нажимаю свойства компьютера свойства и вот здесь вот есть настройка удаленного доступа удаленного доступа соответственно для того чтобы по умолчанию стоит не разрешать удаленный доступ к этому компьютеру но если я хочу чтобы я мог к этому компьютеру подключаться то соответственно нужно поставить выбрать разрешить удаленное подключение к этому компьютеру Дальше галочку необходимо снять. Вот здесь галочка по умолчанию стоит. Вы ее снимаете. Разрешить подключение только с компьютера, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети. Это 802.1.x по-моему. У нас этого нету, поэтому галочку нужно убрать. Дальше выбрать пользователей, которые могут подключаться. Значит по умолчанию все пользователи, которые входят в группу администраторы могут подключаться. Если вы хотите настроить доступ удаленный непривилегированному пользователю, то вот здесь нужно взять его добавить и соответственно этот пользователь тоже может иметь доступ к компьютеру. Ну у меня пользователь по-моему cd.com.m. Давайте я проверю cd.com.m. Значит проверить имя. Да, есть такой пользователь. Вот он непривилегированный. Давайте я его тоже сюда добавлю. Окей. Применить. Окей. И теперь я смогу к этому компьютеру собственно удаленно подключиться. Вот такая вот интересная штука. Следующий этап. Извлекаем флешку. Извлекаем флешку. Для этого я нажимаю здесь возле часов. Есть извлечь sd карту и соответственно флешка у меня может быть извлечено оборудование. И соответственно дальше я вставляю эту карту в мою Raspberry Pi. Так важно правильно вставить sd карту в Raspberry Pi. Значит контакты должны быть вниз. Вниз к плате. К плате к низу. Да. И это дело мы все вставляем. Следующий этап это подключаем все остальное, что нам необходимо. Да. То есть сеть. Сеть. Клавиатура у меня здесь уже включена. Logitech. Дальше включу питание сейчас. И нужно включить еще кабель HDMI. HDMI кабель я тоже сюда включаю. Так. Кабель HDMI включил. Дальше включаем. Включаем экран. И смотрим. Да. Коллеги. Я собственно подаю питание. Давайте чтобы не протычить. То я вот так вот включаю. И смотрим на процесс загрузки. Так. Процесс загрузки пошел. У меня загорелся светодиод красный. Видите. Нажмите Dell to enter setup. Вот. То есть если надо попасть в BIOS. Да. Или в этот загрузчик. Как он правильно называется. То соответственно нужно нажать вот Dell. Ну и собственно вот пожалуйста коллеги. Я уже вижу. Вижу свой компьютер. Да. Вот мой пользователь. Ну и соответственно следующий этап. Что я делаю. Это я беру клавиатуру. Уже вот у меня здесь другая клавиатура. Вот она. Да. И соответственно дальше мышку. У меня уже другая мышка. Вот. И ввожу пароль от пользователя. User. Который собственно мой ноутбук. Значит. Какой там пароль. Сейчас как-то вот так вот. Да. Значит. Опа. Америка. Европа. Вот пожалуйста я попал и вот в свойства моего компьютера. Да. То есть вот такая вот интересная штука. Работает все очень здорово. Значит. Единственный момент. Значит. По поводу лицензии. Да. То есть вы видите. Что здесь вот с правой стороны. Вот есть такое меню. Где написано. Не меню. А такая плашечка. Что это все только для тестирования. Поэтому. Поэтому. Вот и все ограничения. Которые здесь по умолчанию. Вот. Это если у вас нету лицензии. Если есть 10 баксов. Купите лицензию. Будет счастье. Итак. Следующий этап. Это вы можете уже удаленно работать. Да. То есть вот я запустил браузер. Пишу блог с edic.mme.com. Нажимаю enter. Ну и пожалуйста. Как говорится. Можете. Можете уже учиться. Да. То есть никаких проблем нет. Вы можете работать. Да. Я могу здесь. На. Запускать этот. Ворд. На удаленном рабочем столе. Да. И пожалуйста. Вот. Все это дело. Без проблем. Вот. У меня тут запускается. Да. Раскладка клавиатуры. Тоже переключается. Пишем. Привет. Мир. Вот. Как дела. Дела. Как дела. Да. Как дела. Напишите в комментарии. Как дела. Итак. Здорово. Да. Эх. Все работает. Коллеги. Да. То есть. Вот такая вот интересная. Собственно. Такой компьютер. Да. Вот. Такой тонкий клиент. Для удаленного доступа к рабочим столам. Значит. Следующий этап. Что я вам хотел показать. Это конфигурирование тонкого клиента. По протоколу HTTP. Да. С ноутбука. Собственно. Тоже хочу вам это дело показать. Как же это дело. Все выглядит. Но для того. Чтобы это показать. Мне нужно переключить. HTML кабель назад. Поэтому я его. Переключаю назад. Так. Кабель переключил. Смотрим. Что у меня. Да. Вот. Меня собственно. Выкинуло. Windows 10. Выкидывает. Если кто-то зашел по RDP. Да. То. То. С монитора. С консоли. Отсюда. По сути. Выкидывает. Поэтому. Заходим обратно. Я ввожу свой пароль. Вот. Так. Пароль. И опять захожу. Вот. В компьютер. Да. Вот мой Word. Который. Я по сути. Запускал. Так. Клавиатура. Мышка. Мне пока. От Raspberry Pi. Не нужна. Ну. И я собственно. Дальше попытаюсь вам. Все это дело. Показать. Так. С этим. Все ясно. Да. Пока. Не надо. Это сохранять. Так. Возвращаемся. Сюда. И значит. Следующий этап. Это. Я захожу. По протоколу HTTP. На Raspberry Pi. Соответственно. Как узнать IP адрес. Этого самого Raspberry Pi. Когда он у вас загрузится. Нужно опустить мышку. В правый. Нижний угол. Там будет версия. Ветевая. Написано. Написано. И собственно. Будет написано. Какой IP адрес. Этого самого. Компьютера. Поэтому. Вот. Таким образом. Вы это дело узнаете. И сюда пишите IP адрес. И заходим. Итак. Значит. Следующее. Что нам нужно сделать. Это. Редактирование файла конфигурации. Да. Вот он. И здесь. На самом деле. Все очень просто. Видим. Всего на всего. Два поля. Которые указывают. Что вы хотите. Куда вы хотите. Подключаться. Да. То есть. Вот IP адрес. Моего RDP сервера. Куда подключаться. Что важно. Коллеги. То. Что. То. Что. Вот здесь. Вот. Я вам хочу показать. Еще. Другие моменты. То. Что вы можете. Здесь создавать меню. Меню. Пожалуйста. Можно создавать меню. Ну. Давайте. Я тоже. Создам. Какое-то меню. И. Значит. Вот. Я хочу. Чтобы здесь была. Кнопка. Выключение. Да. То есть. По умолчанию. Кнопки. Выключение. Нету. Давайте. Мы. Ее. Создадим. Дальше. Следующее. Что. Я хочу. Сюда. Добавить. Это. Display name. Display name. Вот. Давайте. Тоже. Мы. Его. Добавим. Display name. И. Напишем. То есть. Чтобы. Было. Такое. Меню. Где. Мы. Можем. Это. Дело. Все. Выбирать. Выбирать. Значит. Display name. Напишу. My. Laptop. My. Laptop. Так. Прекрасно. Да. Значит. Следующее. Что. Я хотел. Добавить. Это. 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 Еще. Одно. Подключение. Да. Вот. Давайте. Мы. Его. Вот. Так. Вот. Я. Скопирую. Вот. Скопирую. Так. 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 Значит. Сюда. Это. Дело. Так. Вставлю. Значит. Так. Коннекшн. Мы. Это. Вот. Так. Вот. Переместим. Давайте. Сделаем. Как. У них. Все. Вот. Так. Вот. Значит. Display name. Connection. To. Second server. Пускай. Будет. Ну. А. Здесь. Я. Например. Хочу. Указать. Сервер. Какой-то. Где. У меня. Там. В облаках. Находится. Ну. Например. Rdp. Sadie. Com. M. .com. Ну. И. Тут. Порт. Через двое точие. Можно указать. 33. 94. 34. Дальше. Если. Вы. Хотите. Указать. Кастомный. Какой-то. Какой-то. Сервер. То. Можно. Вот. Таким. Вот. Образом. Тоже. Это. Дело. Все. Указать. Вот. Такая. Вот. Интересная. Идея. Всего. Этого. Дела. Значит. Ну. Что. Здесь. Нажимаем. Save. Save. И. В принципе. Файл. Конфигурации. Сохранен. Дальше. Система. Говорит. Перегрузите. Все. Это. Дело. Значит. Что. Важно. Я. Хочу. Еще. Пройтись. Да. То есть. Здесь. Документация. На самом деле. Очень. Хорошо. Расписана. Да. Есть. Вот. Возможности. Конфигурационного. Файла. Значит. Еще раз. По умолчанию. Это. Тонкий. Клиент. Коллеги. Да. То есть. Именно. Подключение. К. 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 РДП. Но. Вы. Можете. Его. Использовать. Не. Только. Для. Подключения. К. РДП. Можно. Подключаться. К. ВНЦ. Сессии. Да. То есть. Вот. Вот. Какой. Важный. Момент. Можно. Ну. РДП. Здесь. На самом деле. По полной программе. Поддерживается. Да. То есть. Можно. Там. На блок. Клавиатуру. Пробрасывать. Всякие. Порты. USB. Принтеры. Там. Флешки. И так далее. Что. Здесь. На самом деле. Очень. Много. Всего. Дальше. Можно. Также. Сделать. Так. Что. Будет. Запускаться. Чисто. Одна. Хром. Чисто. Один. Хром. И. Как бы. Будет. Такой. Вот. Как бы. Чисто. Для. Сёрфинга. В интернете. Чего бы. Нет. Да. Ну. Например. У вас. Там. Вот. Дети. Есть. Да. Дети. Любят. Там. Смотреть. Ютуб. Ну. Вот. Пожалуйста. Разверните. Им. Такой. Вот. Компьютерчик. Включился. Там. На. Телевизоре. Там. Да. Ютуб. Хром. Развернулся. И. Вы. Пожалуйста. Дети. Могут. Там. Смотреть. Ютуб. Дальше. ВЛЦ. Если вы. Кстати. Используете. Например. У вас. Есть. Большие. Телевизоры. Какие-то. Там. Да. И. Вы. Там. Крутите. Рекламу. Где-то. В магазине. Не знаю. Там. На. Вокзале. На. Площадях. То. Вот. Можно. На. Этом. Тонком. Клиенте. Запускать. ВЛЦ. Плеер. И. Что. Важно. То. Что. Можно. Прописывать. Откуда. Брать. Поток. То есть. РТП. Поток. Можно. Указывать. И. Соответственно. Одновременно. Там. На. Десятерых. Двадцати. Сорока. Сто. телевизорах. Показывать. Все. Это. Дело. Да. То есть. Вот. Такая. Вот. Классная. Штука. Ну. И. Тут. Тоже. Куча. Всего. Интересного. Другого. Поэтому. Посмотрите. Вот. Как бы. Можно. Кстати. Сип. Да. То. Есть. Организовать. Типа. Как. IP. Телефон. Да. Вот. То. Есть. Чтобы. Кто. Там. Сотрудники. Звонят. У вас. Там. Да. То. Есть. Вот. Такой. Типа. IP. Телефон. Дешево. Сердито. Линфон. Запускается. Подключается. К. Астериску. Например. Там. Да. И. Пожалуйста. Можно. Звонить. Тоже. Весьма. Весьма. Здорово. Поэтому. Посмотрите. Здесь. Много. Чего. Можно. Делать. Вот. Такая. Вот. Интересная. Как бы. История. Итак. Собственно. Я. Вам. Показываю. Только. Такие. Базовые. Вещи. Поэтому. Вот. Собственно. Сохранил. Файл. Конфигурации. Дальше. Необходимо. Перегрузить. Все. Это. Дело. Значит. Я. Переключаю. HDMI. Кабель. Нажму. Перезагрузку. И. Покажу. Как. Это. Дело. Все. Поменялось. Скажем. Так. Итак. HDMI. Кабель. Переключил. Вы. Видите. На. Экране. То. Что. Меня. Выкинуло. Да. То. Есть. На. Windows 10. Только. Один. Человек. Может. Работать. Получается. В. Системе. Или. По. RDP. Или. Вот. Локально. За. Монитором. Собственно. Дальше. Я. Нажимаю. Здесь. Вот. Перезагрузить. Терминал. Ну. И. Начнется. Перезагрузка. Давайте. Чтобы. Вы. Детально. Все. Увидели. Кстати. Да. Обратите. Внимание. Вот. Если. Я. Подведу. Мышкой. В. Правый. Нижний. Угол. Вот. Сюда. Вот. Правый. Нижний. Нижний. Угол. То. Видите. Появляется. Собственно. Версия. Ветевая. IP. Адрес. Да. То. Есть. Вот. Вот. Важная. Информация. Все. Это. Дело. Появляется. Еще. Раз. Увидеть. Это. Правой. Мышку. Ведем. В. Правый. Нижний. Угол. Итак. Дальше. Я. Нажимаю. Перегрузить. Терминал. И. Собственно. Сейчас. Начнется. Перезагрузка. Перезагрузка. Давайте. Наверное. Покажу. Вам. Еще. Покажу. Вам. Дополнительно. 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 Покажу. Вам. Собственно. Так. Введите. Пароль. Да. Значит. Я. Нажал. Дел. Чтобы попасть. Вот. В. 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 Меню. Биос. Загрузчика. Значит. Вводим. Здесь. Пароль. Вот. Ну. И. Пожалуйста. Здесь. Посмотрите. Много. Чего. Можно. Настроить. Да. То. Есть. Подключение. Кстати. По. VPN. Можно. Подключаться. Смотрите. Пользовательские. Настройки. Вот. Вот. Настройки. Сервера. Тут. Всякие. Параметры. Да. То. Есть. Здесь. На самом. деле. Много. Чего. Можно. Менять. Опять. Так. И. Вот. Коллеги. Можете. Все. Это. Дело. Поклацать. Поизучать. Как. Это. Дело. Все. Работает. Дальше. Еще. Раз. Нажимаю. Escape. Выхожу. Из. Этого. Самого. Вот. Значит. Билса. Загрузчика. И. Собственно. Дальше. У меня. Идет. Загрузка. Моего. Тонкого. Клиента. Где. По сути. У меня. Должно быть. Меню. Вот. Моё. Меню. Собственно. Да. Значит. Первый. Пункт. Меню. Май. Лаптоп. Который. Я сделал. Connection. To. Second. Сервер. Ну. Давайте. Протестируем. И. Я. Подключусь. К. Second. Серверу. Значит. Нажимаю. Вот. Нажимаю. Да. Дальше. Тут. Необходимо. Указать. Имя. Пользователю. Указываю. Вот. Так. Вожу. Пароль. Вот. Добро пожаловать. Ну. И. Вот. Пожалуйста. Я. Точно. Также. Подключился. К. Удаленному. Серверу. Который. Находится. Где-то. Там. Вообще. Далеко. Значит. Ну. И. Здесь. Точно. Такой. Же. Принцип. Можно. Запустить. Там. Не знаю. Там. Ворд. Например. Или. Там. Вот. Firefox. И. Пожалуйста. Вы. Можете. Там. Работать. Никаких. Проблем. Вообще. Нет. Да. То. Есть. Вот. Пожалуйста. Все. Работает. Здорово. На самом деле. То. Есть. Вот. Такой. Вот. Тонкий. Клиент. Недорого. Сердито. Работает. Пробрасывается. И. USB. Устройство. И. Звуки. Микрофон. Ну. Полноценный. Я бы. Так. Сказал. Терминал. Так. Здорово. Выходим. Отсюда. Значит. Так. Еще раз. Как отсюда выйти. Ой. Еще раз. Пуск. Завершить сеанс. Завершить сеанс. Так. Все это дело у меня завершается. Так. Ну. И. Вот. Я вернулся. В меню. Собственно. Точно. Так же. Да. Можно. Enter. Сервер. Адрес. Вы. Можете. Сами. Указать. Адрес. Куда. Необходимо. Подключаться. Ну. И. Если. Надо. Выключить. То. Вы. Просто. Нажимаете. Enter. Ну. Ну. И. Собственно. Ваш терминал. Выключается. Вот. Такая. Вот. Классный. Тонкий. Клиент. Для. Подключения. К удаленным. Рабочим. Столам. Собственно. Коллеги. Если. Вам. Это. Видео. Было. Интересным. Оцените. Его. Лайком. Если. У. Вас. Есть. Какие. Либо. Вопросы. То. Пожалуйста. Задавайте. Эти. Вопросы. Я. С удовольствием. На. Них. Отвечу. Может. Что-то. Там. Не. Получается. Лишь. Какие-то. Нюансы. Но. Смысл. Здесь. На самом деле. Очень. Простой. То. Что. Это. Витевая. Линукса. Подобная. Операционная. Система. Где. Где. Вы. По сути. Настраиваете. Все. Необходимые. Вам. Действия. Да. И. Это. Дело. Все. Подключается. Да. То. Есть. Вот. Таким. Образом. Это. Дело. Все. Реализовано. Дальше. Следующий. Важный. Момент. То. Что. Приглашаю. Вас. На. Курсы. На. Курсы. Где. Вы. Сможете. Систематизировать. Свои. Знания. Да. То. Есть. Если. Вам. Интересна. Тема. Там. Линукса. Сетей. Кибербезопасности. Программирования. То. Есть. Курсы. Пожалуйста. Приходите. Можно. Систематизировать. Знания. Получить. Международные. Сертификаты. И. Соответственно. Вот. Нормально. Найти. Работу. И. Даже. Жить. Очень. Даже. Весьма. Неплохо. Поэтому. Курсы. У нас. С. Трудоустройством. Это. Тоже. Весьма. Весьма. Важно. Ну. Что. Вроде. Все. На. Сегодня. Значит. Коллеги. Все. Наши. Мастер-классы. Это. По. Вашим. Заявкам. Поэтому. Если. У. Вас. Какая-то. Тема. Интересная. Интересует. Что. То. Для. Вас. Там. Непонятно. Или. Хочется. Что. То. Такое. Сделать. Но. Не. Получается. Вот. То. Пожалуйста. Пишите. Об. Этому. И. Мы. С. Удовольствием. Об. Этому. Расскажем. И. Все. Это. Дело. Вот. Сделаем. Вместе. С. Вами. На. Этом. Все. Мир. Дому. Вашему. А. Салам. Алейкум. Берегите. Себя. Своих. Близких. Несите. Тяготы. Друг. Друга. Помните. Что. Сила. В. Единстве. Поэтому. Помогайте. Друг. Другу. На. Этом. Все. До свидания. Продолжение следует.